Здравствуйте! С вами Швейный Советник. В этом видео мы расскажем, как шить французскую косынку. Это универсальная вещь, которая просто обязана быть в гардеробе каждой женщины. При помощи всего лишь одной косынки вы создадите множество образов. Мы подготовили выкройку французской косынки. В этой выкройке нет ничего эксклюзивного. Она взята с просторов интернета. Если вам будет нужно, загуглите, и вы ее точно так же найдете. Увеличили ее в полный размер. И сейчас будем кроить наш прекрасный шелк для того, чтобы шить косынку. Выкройку положили на сгиб ткани. Закололи. Ткань скользкая. И сейчас будем намечать припуск в 1 см. По такому шаблону. Все. Теперь можно кроить. Продолжение следует... Удаляем булавки. Удаляем булавки. Не смещая ткань, закалываем ее. В этом месте отгибаем сантиметр наизнанку и закалываем. Перегибаем сантиметр наизнанку и закалываем таким образом. И нам осталось только обточать нашу косынку. Вначале ставим закрепку. Удаляем булавки. Продолжение следует... В конце также ставим закрепку. Высекаем уголки, не доходя до строчки 1 мм. Припуски разутюживаем. Выворачиваем косынку. Вот таким образом, потихоньку. И необходимо достать вот этот дальний угол. Все. Аккуратно выправляем уголочки. И останется только приутюжить. Делаем это постепенно. Делаем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы покажем несколько способов, как можно повязать французскую косынку. Берем ближний угол, продеваем в петлю. Можно закрепить брошью. Можно сильнее протянуть. Затем берем этот угол. Дальний угол. Можно так. Продеваем всю косынку. Получается галстук. Берем нижний угол. Закрепляем сзади. Получается вот такой уголчик. Можно взять два угла. И так же продеть. Вариантов множество. Экспериментируйте, пробуйте. С вами был Швейный советник. Подписывайтесь на канал. Заходите в нашу группу ВКонтакте.